Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Докат Империи, студия Либо-либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Этот сезон мы делаем при поддержке партнера, платформы по выполнению заказов в такси Яндекс.Про. В середине выпуска вы услышите нашу рубрику о том, как развивался рынок извоза и такси до революции и о том, как его принимали тогдашние жители. Зимой 1902 года ведущий столичный журналист Михаил Меншиков, золотое перо самой тиражной в то время газеты, консервативной газеты, даже часто антисемитской газеты, газеты «Новое время». Так вот, журналист Михаил Меншиков получил несколько писем от одной своей читательницы. Она умоляла его приехать к ней в гости, поскольку имеет документы невероятной важности не только для России, но и для всего мира. Меншиков приехал. Квартира была хорошо обставлена, дама была одета элегантно и начала беседу примерно от сотворения мира, рассказывая о каком-то великом древнем заговоре. Причем рассказывала с такой живостью, как будто сама была свидетельницей этого заговора. Все это происходило буквально вчера на ее глазах. Михаил Меншиков решил ограничить даму во времени и попросил перейти к делу. Журналисту с торжественностью был вручен фулиант, в котором содержалась суть этого заговора. Заговор был составлен еще при царе Соломоне. И в фулианте этом содержались протоколы заговора. Подробнейший план порабощения человечества евреями путем захвата всего капитала с одной стороны и пропаганды либерализма, глобализма и коммунизма с другой. Конец этому миру уже близко, но, по счастью, план раскрыт. Одному французскому журналисту удалось выкрасть протоколы и теперь необходимо их срочно обнародовать. Конечно, через газету «Новое время». Михаил Меншиков так вспоминал об этом событии. Я был так невежлив, что и здесь выразил свои сомнения. Помимо репутации Соломона как умного человека, помимо крайней рискованности поручить выполнение столь хитрого плана, бух весь скольким поколениям цуедливой, нервной, легкомысленной расы, подлинность протоколов выдает их стиль. Я столько лет возился с рукописями, что сквозь стиль довольно быстро угадываю, какой категории автор. В данном случае стоило бросить взгляд на протоколы сионских мудрецов, чтобы угадать и место, и время, весьма отдаленное от царя Соломона. Мало того, чуть позже, в апреле 1902 года, Меншиков в «Новом времени» еще и опубликовал довольно едкую заметку о попытке протащить через него очередную безумную теорию заговора. Меншиков был антисемитом и евреев не любил, но совершенно не верил в заговоры. Приводя по этому случаю в пример Комаров, с одной стороны, они, конечно, действуют в планетарных масштабах и довольно согласованно, но вообще-то сложно представить, что за этим стоит какой-то комариный заговор. И именно с той самой саркастической заметки Меншикова началась публичная история протоколов сионских мудрецов. Это знаменитая фальшивка. Книга, которая лежит в основе теории мирового еврейского заговора. Ей впечатлялись в разное время и Черчилль, и Генри Форд, ну и Гитлер, конечно, куда уж без него. Протоколы сионских мудрецов в нацистской Германии были одним из доказательств необходимости борьбы с евреями. В общем, это одна из самых знаменитых фальшивок в истории человечества и одна из наиболее повлиявших на мир. До сих пор сотни тысяч людей, мне шутка, верят в подлинность этой книги. Но создана она была не в древности, а на рубеже XIX и XX веков русскими, причем почти наверняка связанными с российскими спецслужбами. И, на мой взгляд, самое интересное в этой всей истории даже не то, кто именно написал эту книгу, а для чего. Несмотря на то, что протоколы сионских мудрецов совершенно явно фальшивка, я чуть позже объясню, почему. Происхождение ее довольно туманно. У историков есть более-менее согласованная версия, но поскольку дело касается спецслужб, то мы не знаем с абсолютной точностью, в какой момент протоколы были написаны и, собственно говоря, кто их написал. Возможно, их даже писали несколько человек. Есть несколько свидетельств, но они иногда противоречат друг другу. Итак, наиболее вероятно на сегодняшний день, что протоколы были созданы под контролем и по заказу Петра Рачковского, главы заграничной агентуры департамента полиции, который жил в Париже с 1885 по 1902 год и руководил, собственно, этой заграничной агентурой. Тут важно заметить, что Петр Рачковский – это полицейский чиновник. Он работает в Министерстве внутренних дел, и его задача – следить за русскими революционерами в Европе. Ну, то есть, это не внешняя разведка. И вот по воспоминаниям, как он выглядел. Если бы вы встретили его в обществе, я сомневаюсь, почувствовали бы вы хоть малейший испуг, ибо в его облике не было ничего, что говорило бы о его темных делах. Полный, суетливый, с постоянной улыбкой на губах, он напоминал скорее добродушного, веселого парня на пикнике. Но он – один из самых талантливых агентов во всех десяти европейских столицах. Петр Рачковский – выдающийся интриган и манипулятор. Мстительный, безжалостный и изобретательный. Сети его были раскинуты широко. Он был способен на операции с двойным и тройным дном. Ну вот, например, во время своего пребывания в Париже он действовал очень эффективно. Главными врагами тогда были народовольцы. И в 86-м и 87-м году Рачковский дважды организовывал нападение на типографию народной воли в Женеве. И в ходе этих нападений было уничтожено несколько тысяч экземпляров разных брошюр и журналов. И испорчены типографские литеры были. Но оцените, Рачковский после этого еще и пустил слух, что типографию разгромили не агенты полиции, а конкуренты народовольцев. Русские социал-демократы под руководством Георгия Плеханова. Неплохо, Петр Иванович. Рачковский умел стравливать людей друг с другом. За время своей работы он выпустил в революционную среду целый ряд подложных писем и воззваний. В одном из них якобы старый революционер убеждал молодежь, что она попала в руки опытных и сообразительных проходимцев, цитата была только что, и уговаривал бросить революционное шарлатанство, а также писал, что «социалисты-революционеры поступили на службу к англичанам и как политические шпионы иностранного правительства делают все, что будут удовлетворить хищным побуждением коварного Альбиона». В другом письме от имени другого заслуженного оппозиционера было написано, что письмо это вызовет злобу в так называемых вожаках эмиграции, потому что, очевидно, раскрывает правду об их темных делишках. Под вожаком тут имелся в виду в первую очередь Лев Тихомиров, издатель Вестника Народной Воли. А когда в 1888 году сам Тихомиров отрекся от революции, то Рачковский с большим удовольствием распространял уже не подложное, а самое настоящее письмо самого Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером». Еще одно фейковое письмо было вообще составлено от имени Георгия Плеханова, и в нем мнимый Плеханов наезжает на народовольцев и пишет, что он отказывается от революционной борьбы «после многих лет беспрерывной лжи и всего, что выдается у нас таким упорным меднолобием за революционное движение». Короче, это я к чему. Петр Рачковский был профессионалом в манипуляциях и в составлении фальшивых памфлетов. Но, конечно, письмо старого революционера и довольно толстая книга из 25 протоколов – это немного разные вещи. И протоколы эти писал уже не сам Рачковский. 30-е годы XX века в Берне, в Швейцарии, проходил процесс. Еврейские организации подали в суд на фашистскую партию Швейцарии, протестуя против очередной публикации протоколов сионских мудрецов, упирая на то, что протоколы – это фальсификация. Среди прочего, две свидетельницы тогда указывали на журналиста Матвея Головинского как на создателя протоколов. Матвей в нулевые годы довольно открыто в светском салоне хвастал со своей работой и даже приносил показать незаконченные протоколы. Журналист Михаил Меньшиков со своей стороны в одном из фильетонов писал «Страшный заговор против человечества – просто французская бляга. Он составлен, этот заговор, не при дворе Соломона, а в кабинете беспечного журналиста, всем в Париже известного и не далее, как года четыре назад». Слово «бляга» на французском используется тут в значении «розыгрыш», «утка». Есть еще одно свидетельство знаменитого расследователя того времени, Владимира Бурцева, который, в частности, известен тем, что в свое время разоблачил двойного агента Азефа. Так вот, Бурцев писал, что он лично был знаком в Париже с Матвеем Головинским и что Головинский ему много раз говорил о мировом заговоре евреев и что он, Бурцев, то есть, подозревал еще тогда, в начале XX века, Головинского в работе на спецслужбы и что по источникам Бурцева именно Головинский и написал протоколы. Помимо этого, есть свидетельство французского агента русских спецслужб Анри Бинта, подчиненного Рачковского. И вот Бинт сообщал, что протоколы были написаны по заказу Петра Рачковского, причем это была его личная инициатива. В смысле, Рачковского, ну то есть, это не Петербург ему приказал состряпать что-то подобное. И тот же Бинт говорил еще, что автором протоколов был тоже Матвей Головинский. Если честно, то вот агенту спецслужб я бы доверял в последнюю очередь. Ну и вообще-то и тут есть нестыковки. Дело в том, что Головинский приехал в Париж только в 1902 году и никак не мог показывать недописанные протоколы в парижских салонах, потому что готовый экземпляр протоколов уже был в Петербурге зимой с 1901 на 1902 год. История действительно темная, но помните, что мы имеем дело со спецслужбами, а Рачковский вообще-то профессионал в игре с двойным и тройным дном. То есть, возможно, протоколы писал вообще не Головинский. Есть ниточки, которые ведут к другому агенту Рачковского, к Леону Гольшману. Возможно, Головинский писал их не один, а вместе с Гольшманом. Возможно, что он писал их еще будучи в Петербурге, то есть до Парижа. И да, я просто напоминаю, что на сегодняшний день это пока что самая убедительная, но не единственная версия о создании протоколов. Тут вы меня еще, возможно, спросите, ну хорошо, с Головинским мы поняли, там все как-то зыбко, но есть свидетельства. А вот как насчет начальника заграничной агентуры Рачковского? Где доказательства, собственно, его участия? И да, доказательств его участия совсем мало, и они, по большей части, косвенные. Есть вероятность, что Рачковский вообще ни при чем, но тут скорее дело в том, что слишком много ниточек вокруг создания протоколов и их публикации тянутся именно к нему. Но, как мы помним, он шпион, и шпион хороший, так что прямых свидетельств нет, ну вот за исключением свидетельства Анри Бинта. Но, с другой стороны, это все действительно очень похоже на его почерк. Да, это аргумент так себе, но главное на самом деле тут вот что. Протоколы, кем бы они ни были написаны, точно фальсификация, и вот почему. Потому что, ну, помимо простого здравого смысла, в начале 20-х годов 20-го века выяснилось, что треть этих протоколов – это плагиат с другой книги, с более ранней, а именно с памфлета, который называется «Диалог в аду между Монтескио и Маккиавелли». То есть, Головинский или другой автор протоколов взял этот вот диалог из ада и частично его зарерайтил, а частично просто переписал, дополнив своим текстом. При этом авторство «Диалога в аду между Монтескио и Маккиавелли» известно. Его написал во второй половине 19-го века французский адвокат Морис Джоли. Против императора Наполеона III был этот памфлет направлен, и в нем, значит, Маккиавелли отстаивал либерализм, а Монтескио цинично так говорил о преимуществах диктатур. Так вот, протоколы сионских мудрецов с 1-го по 19-й практически соответствуют диалогам из ада между Маккиавелли и Монтескио от 1-го до 17-го. Протокол номер 18 составлен из частей диалогов номер 17 и 25. Помимо всего этого, в протоколах еще много мелких заимствований из вот этих вот диалогов из ада. Понятно, да, что случайно так совпасть могло только в рамках теоремы о бесконечных обезьянах. Короче, автор или авторы протоколов сионских мудрецов на самом деле сильно не парились. Давайте, наконец, почитаем эти протоколы, о чем там вообще идет речь. Ну, то есть, да, помимо того, что всем миром управляют евреи по плану, разработанному при царе Соломоне. Но сделаем это мы после небольшой паузы. Это специальная рубрика, которую мы делаем с партнером подкаста с платформой по выполнению заказов такси Яндекс.Про. И в ней мы делимся историями о том, как развивался рынок извоза и такси до революции, о том, как его принимали тогдашние жители. Обычно Российская империя представляется такой довольно патриархальной страной, ну, это в целом справедливо, однако в некоторых отношениях она была прогрессивнее западных стран. Например, женщины вполне могли работать извозчиками. Не везде, правда, это проходило гладко. В крупных городах, например, в Петербурге и Москве, власти старались больше контролировать общество, и первые женщины-извозчицы прямо достаивались заметок в газетах. Например, в 1908 году широко разошлась новость о крестьянке Марии Ивановой, которая после смерти мужа стала работать извозчиком в столице, но при этом одевалась как мужчина, чтобы не привлекать внимания. С другой стороны, в провинции к этому явно относились спокойнее. Например, в тамбовских газетах еще в конце 19 века было множество сообщений о женщинах, которые занимались извозом, и никого это не удивляло. А вот таксистками в Российской империи женщины поработать не успели. Первые в стране права получили в Петербурге три женщины в 1910 году, но извозом они не занимались, просто ездили на собственных автомобилях. Вот Петроградская газета в 12-м году берет интервью у одной из первых автомобилисток по фамилии Шумер. «Нахожу своеобразные удовольствия в управлении автомобилем. Особенно физической силы не требуется, но умение, находчивость и расторопность необходимы. Езжу на машине «Апель» и «Шульц». С шофером на автомобиле я езжу очень часто, тогда надеваю специальное длинное пальто. А благодаря платформе Яндекс.Про водителем-партнером может стать любой человек старше 18 лет, имеющий водительское удостоверение. Работать водителем такси сейчас может любой, и это давно не новость. Если вы ищете подходящий формат работы и у вас есть водительские права, получайте достойный доход и работайте в такси в удобное время вместе с приложением Яндекс.Про. Чтобы присоединиться, можно перейти по ссылке в описании эпизода или позвонить по номеру 1002. Итак, что содержалось в этих протоколах? Все, кто видел рукопись, описывают ее примерно одинаково. Текст был написан по-французски, но различными руками, различным почерком и различными чернилами. Бумага была пожелтевшей. На первой странице было видно большое чернильное пятно, которое, судя по всему, пытались свести, так как оно было таким, ну, как бы светло-фиолетовым. Причем было видно, что текст был написан не французом, а иностранцем. План мирового заговора, описанный в протоколах сионских мудрецов, был такой. Под маской либерализма и борьбы за права человека на самом деле продвигать идею о том, что бунты, восстания и, знаете, разные вот эти цветные революции – это все очень круто. Дать народам парламенты. Людям будет казаться, что эти парламенты будут представлять их интересы, но на самом деле там будет просто бесконечная болтовня происходить, исклоки, и все это будет тормозить развитие государств. А еще в таком мутной воде очень удобно разводить коррупцию и продвигать свои интересы. Какие интересы, если вам интересно? Ну, конечно же, управление миром. Аристократию, как самый патриотичный класс, нужно извести высокими налогами на землю, а в новые элиты надо продвигать как можно более темных личностей, чтобы потом было удобнее их шантажировать. Дальше еще. Нужно постоянно ссорить нации между собой и доводить их до войн, но войны вести не до полной победы, чтобы никто как бы не стал сильнее остальных, а только для того, чтобы страны были более-менее всегда в разрухе. Что дальше? Надо, конечно, бороться с нравственностью, пропагандировать красивый образ жизни, нереалистичные стандарты красоты, свободные отношения, гомосексуализм и атеизм, конечно. И для этой цели, собственно говоря, уже сейчас, ну, то есть в смысле тогда уже работают сотни специально подобранных в качестве агентов гувернанток. То есть, да, я заостряю прям внимание на этом, протоколы сионских мудрецов описывают не какой-то там теоретический план, который будет когда-то там воплощаться, а конкретный заговор, который реализуется уже прямо сейчас, и в нем участвуют тысячи людей по всему миру, от гувернанток до политиков. Дальше экономика. Все финансовые организации должны так или иначе попасть под контроль евреев или продавшихся им лиц. С этой целью необходимо размывать государственный контроль так, чтобы транснациональные корпорации инвестировали в локальные бизнесы, но на самом деле просто скупали бы все на корню. Дальше. Золотой стандарт. Как вы думаете, кстати, вот с точки зрения этого заговора, золотой стандарт – это хорошо или плохо? И я думаю, что если бы протоколы писали сейчас бы, то, конечно же, золотой стандарт назывался бы там идеалом финансовой стабильности, который хотят разрушить евреи. Но поскольку дело происходит в конце 19 века, и тогда золотой стандарт – новшество, то введение золотого стандарта в протоколах называется тоже частью плана евреев. Вопрос, почему? Ну, как почему? Потому что вот раньше, да, деньги бумажные обеспечивались доверием государю. Ну, то есть стоит его подпись на бумажке, значит, все, это законный платежный документ. А сейчас, получается, у нас сакральная подпись государя подменяется золотом мамонной. Ну, и кто за этим может стоять? Конечно, евреи, тем более, что все золото мира контролируют они, а значит, теперь и финансы всех государств. Так, идем дальше. Метро. Да, действительно, разговор там идет о метро тоже. Метро – это, конечно, тоже зло. Реально, если бы протоколы писались бы сейчас, то там критиковался бы, конечно, интернет и вышка 5G, но в конце 19 века интернета нет, зато начинает появляться метро. Так вот, ребята, метро придумано и выкопано для того, чтобы, если какое-то правительство воспротивится евреям, то евреи просто взорвут любую столицу, потому что все линии метро на самом деле начинены взрывчаткой. Вот так-то. А вы думали, зачем везде метро есть? Ну, и дальше, конечно, в протоколах еще обрисовывается будущее, ради которого, собственно, все это и затеяно. Человечество будет жить в мире и спокойствии, без войн, с высоким уровнем благосостояния, но весь мир при этом будет находиться под контролем евреев. Ни у кого, кроме них, не будет никаких прав. Вот такой вот, в общем, план. Более того, он прямо вот реализуется уже сейчас. Достаточно, да, трезво просто взглянуть вокруг, вы посмотрите-то, что в мире творится. Многие политики наверху уже сейчас куплены или находятся под контролем мирового еврейства и продвигают цели этого еврейства. Но, но, спасение возможно. И в первую очередь, для того, чтобы спасти планету, необходимо раскрыть людям глаза, сделать этот план достоянием общественности. И вот борцы с мировым еврейским заговором почему-то решили осчастливить общественность именно в России. Протоколы всплыли не в Лондоне, не в Нью-Йорке и не в Париже, хотя были написаны по-французски, а в Санкт-Петербурге. Ну, видимо, потому что Россия – это духовная страна и дольше прочих сопротивляется заговору. Вот, значит, начинается кампания по опубличиванию протоколов и сразу же заканчивается, потому что никто протоколы печатать не хочет. Главные надежды были похожи на новое время, на самую популярную газету тогда, причем известную своим антисемитизмом. Но ведущий журналист этой газеты не только сразу же распознал фальшивку и отказался давать ей ход. Больше того, он опубликовал об этих протоколах издевательски очерк. И после этого, если там кто-то и думал напечатать новость о протоколах, то его бы тоже подняли на смех. Вообще ни одна газета не взялась за эту новость. В России было достаточное количество уважаемых консервативных газет. Московские ведомости, Киевлянин, Русский Вестник. Ни в одной из них нет никаких упоминаний о сенсационном разоблачении мирового заговора евреев. Если наш повелитель шпионов Петр Рачковский и пытался протолкнуть свое поделие в прессу, то ему это не удалось. Ну а печатать новость в какой-нибудь заштатной желтой газетенке не имел, конечно, никакого смысла, потому что там каждую неделю разоблачают заговоры то англичан, то инопланетян. И долгая работа пойдет вся на сморку. Надо было искать какого-нибудь лидера общественного мнения, который загорит с прям протоколами, но найти никого не удавалось. А чуть позже, в том же 1902 году, Петр Рачковский вписался в интригу, которая стоила ему должности. Тогда происходила знаменитая история с медиумом Низье Филиппом, да, тем самым, если вы помните, который помогал императрице родить наследника, с помощью духовных сил, конечно, помогал. Эту эпичную историю я рассказывал еще в первом сезоне, выпуск называется «Выдающийся гипнотизер». Так вот, Петр Рачковский вписался в интригу против Низье Филиппа, он прислал из Парижа досье на этого выдающегося гипнотизера, и в этом досье вполне откровенно называл его «шарлатаном». Низье Филипп нанес ответный удар, связался с высшими силами, и те передали, что небо определенно требует отставки Рачковского. Ну, на самом деле, я думаю, что Рачковского уволили не из-за Низье. Дело в том, что Рачковский вообще довольно активно интриговал против Министерства иностранных дел и против Министерства финансов. Ну, потому что, как минимум, все эти министерства имели своих агентов за границей и часто конкурировали друг с другом. Ситуация с Низье удачно совпала по времени с назначением нового министра внутренних дел Вячеслава фон Плеве и нового директора департамента полиции либерала Алексея Лопухина. А также все это совпало с атаками на Рачковского из Министерства финансов и с атаками Рачковского на Министерство финансов, а также непосредственно с атаками на Министра финансов Сергея Юрьевича Витта. В общем, как бы то ни было, Рачковского в 1902 году сняли с должности главы заграничной агентуры и вернули в Петербург. Но Рачковский сдаваться не собирался и ждал момента, чтобы вернуться наверх. И будьте уверены, всех своих врагов он помнил поименно. Но сейчас для нас важно, что Рачковский пока что не удел, и если он как-то и планировал использовать протоколы, то его план не сработал. Что было дальше? В том же 1902 году земляк Петра Рачковского, Повалаки Крушеван, националист, антисемит и издатель местной газеты «Бессарабец», Рачковский родом из Дубоссар, Крушеван жил в Кишиневе, и это все сегодня Молдова. В общем, Крушеван запускает в Петербурге новую националистическую газету «Знамя». И первая газета «Бессарабец», и вторая «Знамя» были мелкими газетами, а имя Крушевана никому не было известно до весны 1903 года. В апреле 1903 года в Кишиневе произошел самый знаменитый еврейский погром в Российской империи, а газета Крушевана «Бессарабец» вложила серьезную лепту в этот погром, потому что именно там опубликовали новость об убийстве христианского подростка, а затем в ежедневном режиме «Бессарабец» публиковал заметки о том, что убийство это было ритуальным и совершено было евреями. В результате погрома убили около 50 евреев и повредили треть домов в городе. Общественность прогрессивная в империи пришла в ужас, началась громкая кампания против антисемитизма, а Павалаки Крушеван, как, собственно, разжигатель погрома, стал целью номер один в медийной травле среди либеральной общественности. Что, с точки зрения сторонников еврейского заговора, конечно, доказывало, что либералы и евреи заодно. В начале июня на Крушевана совершил покушение еврей Пинхас Дашепский, но Крушеван отделался ранением, больше того, Крушеван демонстративно отказался принять помощь медицинскую от врача-еврея. В итоге всех этих событий Павалаки Крушеван стал известен на всю страну. Консерваторы и антисемиты видели его героем, который сражается против еврейского засилья, ну и еще видели его, конечно, жертвой либеральной пропаганды. И вот таким образом малоизвестный молдавский редактор стал именно тем лидером общественного мнения, которого искал Петр Рычковский. Да еще и с двумя газетами в активе. И вот в конце августа того же 1903 года в петербургской газете Крушевана «Знамя» были опубликованы впервые протоколы сионских мудрецов. В переводе на русский с французского. Переводчиком был священник Сергей Нилус. И Крушеван эти протоколы напечатал, естественно, для того, чтобы защитить себя. Потому что, типа, да? Смотрите. Я стою в авангарде мировой борьбы с сионизмом. Прямо так он и написал. С сионизмом. Крушеван, как и современные любители Хамас, тоже не очень видел разницы между евреями, сионистами и сионскими мудрецами. Потому что теория о мировом господстве евреев, конечно, не имела ничего общего с идеей сионизма. Но тут интереснее всего другое. Сам Крушеван, на мой взгляд, не верил в подлинность протоколов. Почему я так думаю? Да потому что он отредактировал перевод. Он не просто подсократил его кое-где, он еще и добавил туда фактуры от себя. Ну то есть текст, опубликованный Крушеваном, отличается от французского оригинала, и дело тут не в неточностях перевода, а буквально в том, что Крушеван туда вписывал строчки от себя лично. Да? Типа, если у тебя в руках мировой важности документ, который вскрывает огромный заговор, то, наверное, стоит его опубликовать в точности. Но нет, Крушеван его просто использовал как инструмент в борьбе против либералов, которые его в тот момент просто всей страной хейтили. Поэтому можно и подредактировать этот документ. Я вообще думаю, что если бы Рачковскому и Крушевану рассказали бы, что протоколы сионских мудрецов будут на серьезных щах обсуждаться сто лет спустя, они бы сильно удивились. Потому что сделан этот опус был левой ногой, и с первого взгляда любой более-менее здравомыслящий человек видел в нем низкосортную поделку. Такие поделки вообще выпускались против евреев на протяжении веков сотнями. Но протоколы пережили своих создателей, и об этом мы еще поговорим. В любом случае, в 1903 году протоколы стали достоянием общественности и пошли в народ. В народе, правда, они распространялись медленно. В серьезных, кажется, так никто и не воспринял. Дополнительный толчок к их популяризации произошел во время революции 1905 года, которая, по мнению охранителей, естественно, происходила с почин евреев. Ну и дополнительные аргументы, которые этого подтверждали, были бы очень кстати. И вот публичный доклад о всемирном еврейском заговоре прочитали в организации «Русское собрание» в мае 1904 года, и после этого автор доклада опубликовал протоколы в журнале «Мирный труд» в 1905 году. Это вторая публикация протоколов сионских мудрецов. Еще в том же 1905 году их отдельно опубликовал в своей книге переводчик протоколов Сергей Нилус. А чуть позже, в 1907 году, их опубликовал еще один земляк Крушевана Ирачковского. Бессарабский помещик и националист Георгий Бутми. Идея, что всю революцию мутят евреи, была очень популярна среди защитников царя. Но протоколы опубликовались, прямо скажем, не самыми известными людьми и не в самых уважаемых газетах. Скорее, наоборот. Ну то есть, даже вот в это самое горячее время приличные, консервативные и националистические газеты полностью игнорировали протоколы сионских мудрецов. Очевидно, потому что считали их фальшивкой, недостойной внимания. А флагманы консерватизма, новое время и московские ведомости вообще выступили с заявлением, что это бред, а не заговор. А еще, именно в 1905 году Петр Рачковский снова появился на административном небосклоне. Во время революции Николай II, кажется, перестал доверять родственникам и высшей администрации, чиновникам и приблизил к себе генерала Дмитрия Трепова. Назначил его петербургским генерал-губернатором. И Трепов в то время стал самым близким к Николаю человеком. Даже исполнял обязанности секретаря его. И именно Трепов вернул Петра Рачковского на работу. Рачковский стал вице-директором департамента полиции. И в том же 1905 году протоколы попали на стол к Николаю II. Я при этом совершенно не считаю, что через Рачковского протоколы уже довольно сильно распространились тогда сами по себе. Император, прочитав протоколы, сильно впечатлился. Вот воспоминания генерал-майора Константина Глобачева. Чтение протоколов произвело очень сильное впечатление на Николая II, который с того момента сделал их как бы своим политическим руководством. Характерны пометки, сделанные им на полях представленного ему экземпляра. Какая глубина мысли? Какая предусмотрительность? Какое точное выполнение своей программы? Наш 1905 год точно под дирижерством мудрецов. Не может быть сомнений в их подлинности. Всюду видна направляющая и разрушающая рука еврейства. Самые упоротые черносотинцы, например, Николай Марков, которого называли обычно Марков II, значит, вот Николай Марков обратился в МВД с просьбой широко использовать протоколы для борьбы с революцией. И тогда новый министр внутренних дел Петр Столыпин поручил провести расследование, чтобы разобраться в происхождении протоколов. И в результате расследования Министерство внутренних дел вышло на само себя. Столыпин доложил об этом Николаю II, и царь написал на докладе Столыпина вот такую резолюцию. Протоколы изъять нельзя чистое дело защищать грязными способами. В следующий раз, когда протоколы могли бы всплыть, но не всплыли, был киевский процесс по делу Бейлиса. Это еврей, которого обвинили в ритуальном убийстве христианского мальчика. Суд проходил в 2013 году. Поэтому антиеврейские настроения опять поднялись очень сильно, но протоколы вообще никак не участвовали в общественной полемике. Про них почти забыли. Они оставались уделом просто крайних маргиналов в России. Я уже не говорю вообще про Европу. Там никто слыхом не слыхивал об этих протоколах. И на этом всем, скорее всего, и закончилась бы их история. Они бы были известны только суперспециалистам и фанатам, типа меня, которые копаются в разных бредовых публикациях начала XX века, если бы, если бы не одно событие. Событие, которое дало протоколам мировую известность, это, конечно, революция 1917 года. Дальнейшая история протоколов, в общем-то, выходит за пределы подкаста «Закат империи». Так что сейчас будет такой небольшой экскурс в дальнейшую историю протоколов. И, откровенно говоря, я такие штуки обычно рассказываю в послекастах. Но сейчас мне это кажется важным для нашей истории, поэтому расскажу здесь, в основном выпуске. Но к чему это я веду? Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Бусти и Патреон, а также на закрытый Телеграм-канал «Либо-либо» и оформляйте подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. Потому что во всех этих местах есть послекасты к каждому выпуску. И к этому, конечно, тоже будет отдельный про то, как Петр Рачковский подкладывал бомбу в собор, в котором должен был присутствовать Николай II. Для чего? Для того, чтобы, конечно, самому эту бомбу найти и стать спасителем государя. Вот такого рода истории в послекастах бывают. А еще в закрытом Телеграм-канале и на Apple подкастах у вас будет доступ к бонусам от других подкастов нашей студии и к одному эксклюзивному подкасту, который рассказывает, как устроена у нас работа. А на Патреоне и на Бусти есть уже лично от меня разные истории текстом и отдельно эксклюзивный разговорный исторический подкаст «Братислава», который мы делаем вместе с моим братом. Мы там рассказываем друг другу и вам разные увлекательные истории из прошлого и обсуждаем их. Подписывайтесь, пожалуйста. Подписка – это лучший способ нас поддержать. Все ссылки в описании этого выпуска. Итак, 17-й год, свергли царя, но про протоколы, конечно, никто и не вспомнил. Вспомнили про них только после того, как большевики взяли власть и началась гражданская война. Белые офицеры, монархисты и не очень монархисты, казаки, украинские националисты и вот эти, кстати говоря, прям в особенности, начали винить во всем произошедшем евреев. На долгое время слово «большевик» и «еврей» стали чуть ли не синонимами, а сочетание «иудео-большевистский заговор» стало использоваться повсеместно. По маршруту белой миграции, через Стамбул, в Европу и проникли протоколы сионских мудрецов. В какой-то момент, например, протоколы попали Куинстону Черчиллю, и он после ознакомления с ними заявил, что теперь ему понятно, кто направляет большевистских главарей. Мировую известность протоколам сионских мудрецов дала британская газета «Таймс». Они опубликовали на всю свою 150-тысячную аудиторию редакционную статью, описывая протоколы как подлинный документ, то есть там, где русским журналистам в начале 20 века хватило нюха. Английские высокие стандарты печати дали сбой что-то. В том же 1920 году, когда вышла публикация в «Таймс», Генри Форд, известный автомагнат, антисемит и будущий поклонник Гитлера, опубликовал адаптацию протоколов полумиллионным тиражом, и после этого протоколы пошли просто по бедным шествиям по миру. Тут справедливости ради надо заметить, что через год та же самая газета «Таймс» опубликовала расследование, которое как раз и доказывало, что протоколы – подделка, потому что именно тогда всплыл тот самый памфлет диалоги Монтескио и Макеавелли в аду, редакция обнаружила текстуальные совпадения, плагиат и написала, что да, мы облажались. Ну, дальше протоколы, конечно, активно использовал Гитлер для подтверждения окончательного решения еврейского вопроса, а сегодня, в 2024 году, протоколы сионских мудрецов живее всех живых. Ну, то есть в Европе и Америке их, естественно, всерьез никто не воспринимает, это удел маргиналов и шизов, но есть страны, где их не просто воспринимают всерьез, а буквально цитируют в школьных учебниках. Угадаете, где? Конечно, в мусульманских странах, не во всех, естественно, а в тех, которые строят свою идентичность на борьбе с Израилем. В школьных учебниках Иордании и Палестины находили ссылки на протоколы, Иран печатает протоколы, например, их можно купить на книжных ярмарках, а в Сирии даже сняли сериал по ним, ну и так далее. Круто. Довольно неожиданно, да, для заката империи, внезапное обсуждение Ирана и Палестины, но я веду вас к одной мысли. Всю свою историю протоколы использовались в очень понятных политических целях. Протоколы сионских мудрецов – это не какое-то значительное мировое открытие, которое люди в мире обсуждают в гостинах между кофе. Нет, протоколы поднимают голову только в определенное время и в определенных регионах, и их используют политики в своих довольно конкретных целях. В Палестине – потому что борются с Израилем, Гитлер – понятно почему, Черчилль и The Times – тоже очень понятно почему. Потому что в 1920 году шел самый разгар гражданской войны, и правительству Великобритании нужно было очень хорошо объяснить своим подданным, зачем это после разрушительной Первой мировой войны Британии нужно лезть еще и в гражданскую войну в далекой России. Черчилль был активным сторонником интервенции в Советскую Россию. И поэтому миф об иудео-большевистском мировом заговоре был очень кстати, потому что, типа, ребят, мы боремся не с Лениным и не с Троцким, а с общим мировым врагом, который стоит у нас на пороге. Ну, Белые в гражданскую тоже ясно, зачем использовали этот документ. Черносотенцы в 1905 году тоже понятно зачем, надо бороться с революцией, все средства хороши. Даже в 1903 году, когда Крушеван их опубликовал, он использовал протоколы со вполне понятной целью, как аргумент в свою пользу в ходе медиаскандала вокруг Кишиневского погрома. И вот тут я вас подвожу к самому интересному вопросу. А зачем Рачковскому нужно было создавать эти протоколы изначально? Точно не потому, что Рачковский был антисемитом, который просто ненавидел евреев. Рачковский был очень практичный человек. Я к тому же думаю, что у Рачковского вообще не было принципов. Ну и уж точно Рачковский не создавал протоколы для того, чтобы помочь своему земляку Крушевану справиться с наездами либеральных медиа. Это слишком мелко. Ну просто раз они уже были созданы и готовы и пыляться без дела, то можно их пустить в ход. Так для какого дела они были написаны и почему они всплыли именно на рубеже 1901-1902 годов? Протоколы сионских мудрецов должны были быть написаны с какой-то целью, они просто не работают в другом контексте. И вот это как раз самый интересный вопрос. Если внимательно прочитать по пунктам все 25 протоколов сионских мудрецов и отбросить разную шелуху вроде царя Соломона и всемирного заговора, то что там остается? Смотрите. Либерализм и парламентаризм. Иностранные инвестиции, золотой стандарт, метро. Ну в общем, разные признаки прогрессивного государства и общества. Тут можно решить, что создатели протоколов просто были консерваторами и противниками прогресса. Но знаете, опять-таки Петр Рачковский не сказать, что такой уж большой борец с прогрессом. Его идеология и будущее волновало, мне кажется, мало. Он был человек практичный. И опять-таки я замечаю, что протоколы не работают просто так. Они появляются на политической сцене ради какой-то конкретной борьбы с конкретными врагами. Ну сегодня, например, с Израилем, а в 20-е годы с большевиками. А кто у нас в самом начале 20-го века, еще до революции, олицетворяет собою либерализм, лоббирует иностранные инвестиции и осуществляет переход к золотому стандарту? Это очень простой вопрос. Это Сергей Юльевич Витте, могущественный министр финансов, который, кстати, был женат на еврейке. А Министерство внутренних дел, в котором служил Петр Рачковский, силовики были прямо органическими противниками либералов из Минфина. Витте был финансист. Он пришел в правительство из крупного бизнеса, из железнодорожного, что было вообще-то выдающимся исключением в царской бюрократии. Бюрократия царская в основном состояла из аристократии. Витте был сторонником европейского пути развития. Конечно, он был монархист и консерватор. Но для тогдашних приближенных царя он прям-таки олицетворял собой либерала. Он был сторонником активной торговли с Западом. Это именно он, Витте, провел в России очень сложную и требующую много ресурсов реформу рубля. При нем рубль из необеспеченной валюты стал полностью обеспечен золотом. И после этого в Россию потекли иностранные инвестиции, потому что ради этого, собственно говоря, и была задумана реформа золотым рублем. И даже метро было связано с Витте. Дело в том, что в 1893 году инженер Петр Болинский представил проект петербургского метро и попросил на него 190 миллионов рублей. И Витте был активным лоббистом этого проекта. Так вот, в начале века против Витте, который держал в руках все финансы страны и фактически поставил министрами своих людей, против Витте сплотилась довольно широкая коалиция из великих князей, чиновников средней руки, членов Государственного совета, гвардейских офицеров и, конечно же, силовиков. Слишком многое стал себе позволять наш Сергей Юльевич. Контролирует бюджет, решает, какие проекты пойду с ход, а какие нет. Он умелый вообще был интриган, он знал, как манипулировать царем. Но, впрочем, в начале века Витте изрядно достал уже и императора Николая II. И тот сам искал возможности избавиться от назойливой опеки министра финансов своего. А у Рачковского еще и были свои личные счеты с Витте. Потому что за рубежом Рачковский конкурировал с агентами Министерства финансов. Я не буду тут и вам не рекомендую уподобляться фанатам протоколов сионских мудрецов. Не надо искать заговора там, где его нет. Просто Сергей Юльевич слишком многим перешел дорогу. И слишком многие предпринимали разнообразные усилия, чтобы столкнуть Витте с поста министра финансов. Я, конечно, не думаю, что Рачковский всерьез рассчитывал в этом смысле на протоколы сионских мудрецов. Я думаю, это был просто такой очередной болевой приемчик. Очень в стиле Рачковского. Я же вам рассказывал, да, как он подделывал письма и воззвания, писал их якобы от имени революционеров. Я думаю, да, на протокол он особенно не рассчитывал. Ну, выйдет окей. Не выйдет не страшно. Ну, просто будет еще одна крупинка на весах против Витте. Царь-то у нас, да, впечатлительный. Как вы уже знаете, царь реально впечатлился, но немного позже. К сожалению, Рачковского ему тогда не удалось провернуть эту аферу, потому что в 1902 году его самого лишили должности за интриганство. Не за протоколы сионских мудрецов, конечно же. Рачковский к этому моменту боролся с Витте более прямолинейно. Например, тогда назначили нового министра внутренних дел Вячеслава фон Плеве, и он направил своему новому начальству записку вот с такими вот словами. Витте, осторожно прикрываясь маскою искреннего монархиста и консерватора, искусную рукой поддерживает революционное брожение в школе, среди фабричного и сельского населения и так далее, в то же время стараясь разжигать неудовольствия и среди мирных имущих классов населения. И там дальше еще куча замечательных абзацев про честолюбцы и авантюристы Витте, которые разбрасывают государственные деньги на сомнительные предприятия, тип фабричных школ для пролетариата, и через свои казенные винные лавки, профессиональные училища и школы готовят в стране революцию. Эм, ну господин Рачковский, вы зря рассчитывали вообще-то взять нового министра Вячеслава фон Плеве в союзники. Рачковский был уволен через несколько месяцев после подачи этой записки. Но, впрочем, Витте это тоже не помогло, потому что в следующем, в 1903 году, уже он от императора получил отставку с поста министра финансов. Так что план Рачковского все же сработал, хотя протоколы никак в этом и не поучаствовали. Но это был только первый раунд, потому что и Рачковский, и Витте триумфально вернулись назад в большую политику в 1905 году. Рачковский как вице-директор департамента полиции по протекции Трепова, а Витте у нас попал прямиком в кресло премьер-министра по итогам манифеста 17 октября. И в этот момент старые враги опять скопом объединились вокруг Сергея Юрьевича, чего только про него не писали, вплоть до того, что он собирается сместить царя и сам стать диктатором. Вот, например, какие речи толкал полоумный черносотенец доктор Дубровин на митингах в 1906 году. Витте ставленник иудеев, вождь их. Они писали за него сочинение, чтобы выдвинуть его. Добившись власти, Витте всячески стал содействовать Крамоле. Это он виновник нашей заграничной задолженности иудейским банкирам. Это он построил Маньчжурскую железнодорожную линию, дальней, вызвав тем японскую войну. Это он заключил позорный мир, когда мы могли уже победить. Это он делал все, чтобы поселить Крамолу в рабочей среде, выдвинул Гапона, Ушакова и прочих, а потом приказал стрелять. Во всем виноват Витте. Вы вряд ли запомнили, но я говорил, что четвертую публикацию протоколов сделал некий бессарабский помещик Георгий Бутми. Так вот, Бутми, в числе прочего, был не просто националистом, не просто антисемитом, не просто противником политических реформ Витте. Он был членом целого политэкономического кружка. Они в этом кружке защищали интересы потомственных землевладельцев. А Витте был сторонником бизнеса. Этот кружок был против инвестиций в Россию. А Витте, наоборот, лоббировал инвестиции и делал все, чтобы их было больше. Наконец, члены этого кружка были активными противниками введения золотого стандарта. И если обратить внимание, то буквально все, что я только что назвал взглядами Витте, ну, точнее, что его враги говорили про его взгляды, все это было прописано в протоколах сионских мудрецов, как план евреев по захвату мира. И даже метро. Ну, метро, правда, я думаю, что это прикол. Я думаю, что Головинский, ну, или кто там писал эти протоколы, добавил метро просто ради фана. Ну, надо же получать удовольствие какое-то от работы. Ну, и, конечно, вот то, что я вам сейчас изложил, что написание протоколов было интригой против Витте. Это одна из теорий только. Но она не только моя, конечно. Например, известный исследователь протоколов Пьер Андре Тагиев такого же мнения. Протоколы сионских мудрецов — это был в сущности пранк. Пранк, который вышел из-под контроля. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили. Фактчекерка Ксюша Абрусимова, редактор Катерина Серебренникова, над звуком работал Семен Аксенов, партнерствами занималась Анна Орландцева. Пожалуйста, ставьте отметочки, звездочки и отзывы на этот подкаст в Apple подкастах, в Spotify и вообще где только можно. До следующей недели.